Приветствую вас, друзья! С вами на связи Анастасия Час. Я очень рада в очередной раз встретиться с вами, поздороваться, пожелать вам всего самого-самого хорошего и поделиться очередным хорошим известием, что ли, хорошим пунктиком для вас. Чем я сегодня хочу поделиться? У многих людей страдает самооценка. Так вот, сегодня я хочу поделиться таким хорошим упражнением, которое поможет вам повысить свою самооценку и стать чуточку увереннее в себе, чуточку радостнее и счастливее. Называется оно «Очень маленькое обязательство на месяц». В чем же состоит упражнение? Перехожу сразу к делу без воды, без пустых там каких-то дополнительных изречений. Правила просты. Каждый день в течение получаса делайте что-нибудь, пока у вас не начнет получаться очень-очень хорошо. Не важно, что вы будете делать. Вы будете готовить омлетом, вы будете приседать, вы будете приседать, пока живот не станет плоским там, или будете учиться жонглировать. Не важно. Важно делать это каждый день и стараться добиться в этом успеха. Пишите левой рукой, убирайтесь, да, убирайтесь, смотря что вы будете убирать. Ну, что вы выберете? Повторяйте одно и то же снова и снова и снова, пока вы не заметите вот четкие такие результаты. Здесь вам необходимо усвоить следующее. Когда вы упорно занимаетесь каким-то делом, вы научитесь тому, чему нельзя научиться по-другому. Просто нельзя по-другому. Просто упорно вот что-то делаете, занимаетесь делом, и вот вы учитесь. По-другому вы этому никак не научитесь. Вы узнаете, что начало по ощущениям вот ну никак не похоже на настоящий опыт занятий делом, да. Вот, например, кстати, я очень люблю жонглировать, и мне всегда нравилось, вернее, смотреть, наблюдать. И я решила именно для себя вот это занятие взять, сделать. И, к примеру, вот начиная жонглировать, честное слово, я так злилась, я чувствовала беспомощность, разочарование. Я постоянно роняла эти мячики. И не могу поверить, и не могла поверить, что когда-нибудь у меня вот что-то получится. Вот эти три мячика хоть-хоть в два или три раза поменять их в руках. Но вы знаете, беспомощность, разочарование пройдут. Они у меня прошли. Я начала испытывать такое удовольствие от овладения вот этими навыками. Потому что спустя неделю у меня уже достаточно хорошо получалось и не два-три раза менять, а до десяти раз. Ой, это ни с чем не передаваемые ощущения. И теперь вот когда я наблюдаю за жонглёром-профессионалом, я действительно понимаю, я действительно могу оценить его умения. И я восхищаюсь мастерством именно вот жонглирования, где бы его ни увидела, потому что я понимаю, какой это труд, какое это упорство, чтобы достичь. Понимаете? И в любом искусстве, в любой профессии, вот где бы вы ни увидели то, что вы выберете для себя, в течение получаса будете выполнять каждый день, вы начнёте восхищаться мастерством, потому что вы будете понимать, насколько это классно, насколько это возвышает вас в собственных глазах, придаёт уверенности в себе, повышает самооценку конкретно. И занимаясь одним простым и небольшим проектом в течение месяца, вы наверняка поймёте, что то, что может изменить вашу жизнь, преданность делу и мастерству, они не закрывают двери перед вами, они открывают. Это очень хорошо известно людям, которые добились высоких результатов, неважно в какой области, потому что, сделав выбор, вот вы загоняете себя в рамки, а освобождаетесь, чтобы полностью развить свои дарования, да? Это настолько реально повышает самооценку, это настолько вас будет возвышать в собственных глазах, что вы поймёте. И я, надеюсь, убедила вас, что заниматься чем-то последовательно, это хорошая идея, это классная идея. Ну, пока я убедила, так сказать, на словах и поделившись с вами этим упражнением, но я более чем уверена, что спустя даже недельку или две вы уже напишите в комментариях, что да, это реально так, это реально работает. Но, друзья, для того, чтобы не просто вот мне на словах поверить, а поверить в то, что это реально работает, нужно проверить, правильно? Проверить на себе, проверить на деле, проверить на занятия. Так что я вам желаю успехов, занимайтесь. И здесь хотелось бы добавить, что да, кто-то может быть и возразитель, или скажет, что теперь я понимаю, но одного понимания не всегда хватает, чтобы изменить чувства. Как быть вот с практикой? Ведь я всегда бегу от обязательств и учусь с трудом. И меня вот реально здесь, ну, какой-то охватывает уныние и беспокойство, как только я пытаюсь держаться в выбранном пути, не бросая, да. Многие так говорят, особенно мне приходят на консультации вот с таким печальным, с такой тоской, с таким беспокойством, что ну не могу я вот долго, нет-нет, и бросила. Что же делать, когда станет трудно? Что делать? Я вам дам один простой на все времена совет. Шагайте, ставьте одну ногу перед другой, и всё, не останавливайтесь. Как только вы начинаете ёрзать, отвлекаться, спрашивать себя, ой, ну почему я этим занимаюсь, зачем мне это? Всегда вспоминайте ответ, потому что вы так решили. Всё, это всё, и этого более чем достаточно. Более веская причина вам не нужна. Рано оценивать результаты своих усилий. Просто шагайте, ставьте одну ногу перед другой и не останавливайтесь. Вы удивитесь, ваш интерес снова оживёт. Он появится, знаете, как солнце из-за тучки, потому что вы не думаете, что если вот пасмурный день, солнышка нет. Солнышко всегда есть. Оно просто играет с нами в прятки из-за туч, да? Спряталось, но оно всегда есть на небе. Поэтому вы обязательно увидите результаты своих усилий, просто шагайте. И они появятся, ваш интерес оживёт, повторюсь, он появится, как солнышко из-за тучи, да, вот спряталось и появилось, когда вы мужественно, да, совладеете с бурей эмоций, которые вас могут охватить. Но эти эмоции, я здесь хочу тоже сказать, что возможно вернуться ещё не раз, потому что от них не так легко избавиться. Но вы же теперь умные, вы теперь сильные, вы теперь понимаете, что вы так решили, не кто-то другой. Вы, вы решили. Не беспокойтесь. Вам не придётся сражаться с ними в одиночку, да? Если вы хотите достигнуть по-настоящему мастерства, по-настоящему повысить свою собственную самооценку, поверить в себя, у вас есть очень-очень мощный союзник. Но о нём я расскажу в следующем видео. А пока практикуйтесь, занимайтесь, повышайте своё мастерство, достигайте совершенства. Я благодарю вас за внимание, желаю вам успехов, желаю вам радости, света, любви, понимания и всего самого яркого и хорошего в жизни. Ах да, друзья, чуть не забыла. Если это видео было полезным для вас, если вы узнали для себя что-то, может быть, новое, что-то, может быть, реально сподвигло вас изменить чуточку свою жизнь, сделать её немножко радостнее, немножко счастливой, поделитесь этим видео с другими людьми. Есть очень-очень много людей, которые нуждаются, которые, я всегда говорю, что всё происходит в назначенный срок, в назначенное время. И, может быть, кто-то именно от вас получит вот эту крупицу, вот эту крупицу, да, крупиночку помощи и изменит свою жизнь, получит то, в чём нуждается именно в этот настоящий момент. И вы этим косвенно будете к этому причастны. Поверьте, всё это к вам вернётся в многократном размере. Ведь отдавая, мы получаем. И не ждите, лучше не ищите понимания, а понимайте сами, не ищите любви, а любите сами, да. И всё это к вам вернётся. А я ещё раз благодарю вас за внимание, счастья вам и всего самого хорошего. Пока-пока.